Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Дина Эда Голубева. Я художник-преподаватель онлайн-школы «Русская роспись». На этом уроке мы поговорим, как подготовиться к мастер-классу с сюжетом с идущим по морю корабликом в стиле мезинской росписи. Я расскажу о материалах, покажу, как подготовить руку к росписи. Мезинская роспись – это графическая техника, и она требует точности в работе с тонкой кистью, либо пером, либо деревянной палочкой. На вебинаре мы будем создавать сюжет с корабликом, который идет на рыбную ловлю в Белое море. Здесь каждый элемент имеет особое значение. Я расскажу вам о символике мезинской росписи, как считывать целый рассказ, повесть, сказания, как включить добрые пожелания тому, кому вы сделаете такой расписной подарок. На встрече я подробно расскажу о том, как освоить эту интересную старинную технику росписи. Ну, а сейчас давайте поговорим и подготовим о тех материалах, которые необходимы к уроку. Значит, к вебинару мы готовим лист цветной плотной бумаги. Ни в коем случае это не гладкая бумага. Эта бумага должна быть плотная. Может быть, лист белой бумаги, если у вас нет цветной бумаги. Заранее круг диаметром 2 см нужно закрасить либо желтой темперой, либо тушью, либо акварелью. Мы будем рисовать на листе формата А4. Здесь мы будем при помощи циркуля делать круг на всю ширину нашей бумаги и рисовать. А рисовать мы будем с вами либо кисточкой. Кисточка может быть беличек, колонок. Это у меня рабочая кисточка номер 2. Это может быть синтетическая кисточка, та, которая у вас есть. Но ей нужно рисовать максимально точно. И если вам тяжело будет ее рисовать, то для вебинара подготовьте вот такие вот фломастеры. Это обычные фломастеры, детские. Посмотрите. Они хорошо идут по краске. Если вы будете пользоваться линером, ну, можно линер приготовить. Смотрите, чтобы полностью высохла краска, или иначе линер можно испортить. Поэтому лучше всего купить набор недорогих фломастеров детских и вот рисовать. Также нам понадобится кисточка номер 3 или 4 для красной краски, для черной тоненькая кисточка. Рисовать можно еще деревянной палочкой. Такие палочки продаются набором в аптеке. Также можно использовать палочки для шашлыков. Маленькие деревянные. Даже зубочисткой рисуют. Но я буду рисовать кисточки, друзья. Краски, которые я использую, это темперные краски, поливинилоцетатные, завода Санкт-Петербург, мастер-класс. Я использую только две краски, черная и красная. Развожу их по баночкам из-под гуаши до состояния жидкой сметанки при помощи деревянных палочек. Выдавливаю в баночку пустую, не больше середины баночки красочек, и постепенно разбавляю водичкой. Так как в мезинской росписи красный цвет не яркий, а раньше рисовали краской, напоминающей цвет глины, то я рекомендую вообще иметь две краски. Вот хотя у меня здесь есть бордовый цвет, потому что можно соединить красный с черным или черный добавить немножко в красный, как я здесь делала, для того, чтобы цвет был вот такой достаточно насыщенный, чуть коричневатый, как цвет береговой глины. А также мезинская роспись рисуется тушью. Но, конечно, на бумаге тушью рисовать сложнее. Тушь может быть абсолютно разной фирмы, качества. Вот я вам показываю. Тушь может быть красной. Можно рисовать акварелью, художественной гуашью. Но я не рекомендую рисовать акриловыми красками, потому что провести тонкую линию акриловой краской чрезвычайно сложно. А так, друзья, для тренировки моторики своей руки я покажу вам небольшое упражнение для повтора. Для этих целей я беру из бумаги формата А5. Можно взять цветной лист бумаги, и можно взять бумагу белого цвета. Рисовать мы будем карандашом. Вы будете рисовать карандашом HB, а я буду мягким карандашом рисовать, для того, чтобы вам в камеру было все видно. Для помощи мы берем еще резинку, циркуль. Ну, и моя подруга помощница кафельная плитка в качестве палитры. Можно использовать старое блюдце. Только не пользуйтесь палитрой на бумаге. Иначе цвет поднимается от воды, и бумага оставляет включения, которые нам не нужны. Итак, я сейчас приближу камеру, чтобы вам было видно. И сейчас обычное упражнение я вам покажу на благие пожелания. Потренируйтесь. Сначала мы нарисуем прямую линию, но рисовать мы ее будем не прямой линией, а волнистой. Дальше мы нарисуем с вами полоску, состоящую из квадратиков, ну, примерно, например, 3 на 3 сантиметра. рисовать старайтесь от руки. Вот делайте такие квадратики и тренируйтесь. Я вам покажу, какие узоры в них могут находиться прямо при помощи кисти и краски. А вы попробуйте повторить. Итак, сначала рисуется красной краской все. Глядите, чтобы она была достаточно жидко разведена. Накладывайте ее на палитру. Вот так. Рядом у меня лежит чуть влажная тряпочка, для того, чтобы мне можно было очень хорошо вытирать свою кисточку при работе и снимать лишнюю краску или лишнюю воду. Я беру кисточку максимально близко и начинаю вести волнистую линию. Здесь самое главное, чтобы у вас эта линия была максимально одинакового нажима и цвета. попробуйте рисовать волнистую линию более крупно. волнистую волнистую линию означает воду, либо, если она рисуется на небе, означает тучи дождевые и будущую грозу. теперь постараемся ввести с одинаковым нажимом наши квадратики. Их у нас на работе не будет, просто вы потренируйтесь рисовать линии сверху вниз, слева направо для тренировки. работа работа эта очень трудоемкая, по времени затратная, но результат великолепен. вот поэтому если вы новичок и работа тонкой кисти вам тяжела, не расстраивайтесь, ведь на вебинаре можно приготовить тонкий фломастер, а кисточкой рисовать только красной краской. Тонкие элементы у нас будут черным цветом. Стараемся делать так, чтобы равномерно нажималось на кисточку рукой, так, чтобы очень четко проводить линии с одинаковым утолщением сверху и внизу и внизу. Вот так. Наверняка вы видели и знакомые с этой росписью есть вот такие квадратики с диагоналевыми полосками. Нарисуйте две штуки. Теперь нарисуйте с кресиком внутри. А вот что они обозначают, с этим вы познакомитесь на вебинаре и на моем курсе. Два таких элемента нарисуем. потом два элемента сделаем без красных. Здесь будут черные у нас элементы и сделаем элемент с внутренним крестиком вот таким. теперь я возьму черную красочку и буду дополнять тоненькие линии. Старайтесь черную линию проводить максимально тонко. волна. Итак, у нас с вами волна. Вниз идут палочки, показывающие, что это бурные волны. Теперь перейдем на благие пожелания. Первые квадратики вот эти мы сделаем с вами вот с такими горками сверху и снизу по две горки треугольнички. По центру дадим завиточки с одной стороны и с другой стороны. Здесь повторим волны. кружочки на волне. здесь делаем боковые по две полоски. черточку посередине и эту черточку мы по диагонали зачеркиваем. крестики. Потренируйтесь рисовать эти элементы, а также крестики в ряд слева направо, и сверху вниз. А вот что они означают, вы узнаете на вебинаре. Друзья, если у вас появились вопросы, пишите мне. Если смотрите это видео на YouTube, можете перейти по ссылкам в описании к этому видео и записаться на видео. До встречи на вебинаре «Поморские сказы». Я собрала интересные материалы по рыболовству русского севера и поделюсь этим историческим материалом на встрече. Будет очень увлекательный мастер-класс. С вами была Зинаида Голубева.